приветствую дорогой подписчик извини долго не выходило видео потому что я болел у меня пневмония и часть легких пораженных но хрен бы с ним я думаю выкарабкаюсь сегодня хотелось показать насколько мощный выход газа можно получить если включить наш генератор водородный на максималку на самый мощный в самый мощный режим если наши другие ролики смотрели значит знаете что мы сделали пятиугольную форму она в свою очередь показал себя довольно надежной ибо максимальная поверхность пластин занята выработкой водорода и мы получаем большое количество газа но до этого мы ни разу не делали напряжение в 30 ампер и тут мы решили проверить какой выход газа будет при 30 амперах и также каким-то кустарным образом произвести замер газа то есть сколько мы получим водорода с кислородом при потреблении генератором 30 ампер напомню о том что у нас блок питания 24 вольта точнее если быть точным два блока питания по 12 вольт мы запараллелили и получили 24 вольта а и блоки способны выдавать аж 30 ампер вот такое импровизированное устройство мы сделали для замеров газа это вот только из-под кока-кола внутри этой бутылки вода снизу сделано отверстие и подключен шланг сверху стоит штуцер которому мы подключаем уже газ и этот газ из бутылки в снизу выгоняет воду и исходя из того за какое количество времени какое количество воды будет вытеснена из бутылки мы получим но не совсем точно но до идеального точные характеристики нашего генератора в общем вот такой интересный процесс сейчас будем мутить также хотелось сказать что если вы будете проводить подобные сборки обязательно будьте предельно внимательны и аккуратны если вы несовершеннолетние делаете это со взрослым то есть взрослые должны присутствовать на этом эксперименте газ ни в коем случае не поджигайте это может привести к детонации и каким-то травмам поэтому обязательно будьте предельно аккуратны значит возвращаемся к нашим экспериментом сначала мы подаем 20 ампер и будем производить замеры с 20 ампер 24 вольта 20 ампер на нанизываем шланг на штуцер и время пошло вот мы видим что уже с первых 10 секунд вроде как воду основательно выталкивает то есть в принципе хороший показатель для выработки газа на 20 амперах бутылка даже посмотрите по моему уже даже заполнена больше наполовину да все бутылочка за 30 секунд бутылочку 05 наполнили значит получается у нас за минуту мы получаем литр пошли дальше новый тест перепроверяем наш старый видите в принципе набор идет идет существенно а это говорит о том что ну литр нам также будет как в прошлый раз на 20 секунд 30 секунд бутылочка есть литр есть в общем литр в минуту есть теперь делаем тест на 30 амперах шим очень хороший до этого если смотрели предыдущие ролики предыдущие наши шимы быстро сгорали этот довольно уверенно рассчитан на 60 ампер вот какой бульканье пошло на 30 амперах просто как думаете насколько быстро заполнится бутылка решили создать немножко спецэффектов напускали пару воссоздав иллюзию лаборатории и жестких каких-то экспериментов посмотрите обязательно на на пузырьки которые идут в колбе это говорит о том что на 30 амперах но действительно идет хорошая выработка газа в отличие от 20 амперов но это и понятное дело значит то же самое проверяем берем будто пустую бутылку 05 засекаем время подсоединяем бутылки из-под кока-колы и смотрим какой количество воды за какое время она вытолкнет газ вытолкнет в общем подготавливались сбросили поехали уверенно идет 5 секунд уже смотрите больше поинт бутылки готова 10 15 секунд то есть если 15 секунд 05 выходит 2 литра газа в минуту ну и в общем хороший результат 2 литра в минуту при 30 амперах и 24 вольтах это хороший результат решили также попробовать прорезать морковку не знаю почему может быть потому что она сегодня дефицит роскошь а может быть было интересно сможет ли органику прорезать струя кстати если обратите внимание на самом деле с трудом то есть она по сути морковку даже не плавит а превращает в уголь подобие угля а ибо температура большая но при эта морковка основательно держится уверенно мы до этого пробовали картошку аналогично аналогичным образом клинчевать и в общем видите морковка также с трудом поддается как картошка хотя температура действительно большая больше 1000 градусов чуть позже вы увидите на других предметах в общем штука получилось довольно интересная на габарит мне очень нравится именно габариты самой установки но и самое главное что смогли сделать максимально комфортное питание то есть не с лабораторным блоком а именно с небольшими на блоками питания и шимом это все дело запитали и все это спокойно помещается в сумочку то есть при желании такую горелку можно будет расчехлить где-то и при этом сам чехол это у этого всего довольно на маленьких габаритов будет ведь пламя без проблем превращает в уголе морковку почему конечно не о чем эксперимент но интересно ну и решили как всегда баночку кстати посмотрите насколько но уже когда установка разогревается буквально минут через 15-20 а вот больше газа нежели чем на начальном этапе ибо теплая вода активно и лучше разделяется за счет этого мы получаем больше более мощную струю газа чем баночку также без проблем изничтожает приятный момент ну и также интересно было как быстренько чупа чупса растворится видно сахар прямо в секунду как будто он даже и не сахар просто взял и весь практически выкип интересный эксперимент кстати если у вас будет желание что-то еще поплавить там и так далее изничтожить обязательно пишите под видео в комментариях а мы в свою очередь это достанем и попробуем это все дело разрезать разжечь распилить почему уничтожить нашим водородным устройств также есть почта для связи с нами обязательно какие-то предложения интересны пишите все читаем прям вот все что все что вы пишете во всех социальных сетях читаем поэтому обязательно пишите ну и куда же без эксперимента с поджиганием водорода взяли пластиковую бутылку сплющили ее чтобы небольшое количество газа скопилось наполнили буквально там за несколько секунд поджигаем и вуаля ну еще один тест уже с полной бутылкой спасибо вам за просмотр прожимайте лайки пока пока пока